всем привет и тут наконец-то пришел на обзорчик обзорчик распаковку телефон у лифон с 7 это типа который с двумя камерами который дешманский очень там вообще 50 баксов прошли подобный телефон уже был на обзоре это был у нас блоки а седьмой тоже 50 баксов стоит я как-то по характеристикам то мне особо от него ушел далеко и конечно сразу извиняюсь за свои сопли а то я немножко не болел вот жутко горло болит и тут приходится еще выполнять такую легкую задачу понимаешь распаковками заниматься как тяжело жить просто вот такая черная коробочка коробочка такая опрятненькая аж 1 гигабайт оперативной памяти круто так что там у нас еще написали так камера двойная 8 и 5 мегапикселей процессор мт-6580 1 гигабайт оперативки и 8 гигабайт стройной памяти 2 сим-карты android 7 0 так что это селфи софт light какой-то hd дисплей 5 дюймовый и 2500 миллиампер батарейка вот так вот такая черного цвета коробка тут сайт производителя родителя вообще чуть-чуть так ну давай а вот так вот так чё ты чё ты выборил выборил да мне видишь сбоку открывается как сам телефон у нас Вот такой золотистый на свете, кстати, пришел. Так, что-то у нас в клапане. Оглоки у нас не густо. У нас тут мануал, гарантия, гарантия, кварт, которая не заполнена. Парафон, QR-код есть. Тут у нас инструкция. Блочок у нас вот такой вот. Насколько у нас там, сейчас посмотрим. Так, такой вот у нас. А вон у нас здесь. Так, 1 Ампер. Для этого, в принципе, аппарата достаточно. Так, USB кабель у нас обычный, microUSB. Вот такой вот у нас. Так, вот телефончик у нас. О, телефончик уже с чехлом. Круто. Блокюрер 8 тоже с чехлом был. Так, силиконовый чехол. То есть, силиконовый чехол. Ёлки-маранки. Так, так, у нас сидит на аппаратике. Хорошо. Ух ты! А тут ещё спереди, вот оно что значит, soft light. Тут у нас ещё спереди, оказывается, вспышечка есть. Вон. А ну чё, а? Ёлки-моталки. За 50 баксов-то неплохо. Неплохо. В блоке такого не было. Тут у нас всё написано. Селфи, soft light, все дела. Ну, в общем, то, что мы уже на коробке видели. Сейчас мы снимем вот эту вот штучку. Куда бы я прицепить здесь на коробочку, наверное, прицепим. Чтобы не потерять её, чтобы она была. Так. И вот он, собственно, сам телефон. Тут у нас клавиши. Это у нас многозадачность, home. И назад. Так, сейчас мы внешний вид посмотрим. Аппаратика. Динамик. Так, здесь динамик один. Вот так вот у нас. В принципе. Сейчас как бы так получше его показать. Фактура у нас такая рельефная. Приятная на ощупь. Очень, кстати, такой цепкий. Слышишь? Да? Такой довольно хорошо цепляется за руку. Это мне нравится. И что самое главное? Выглядит неплохо. Да? Выглядит же хорошо. Хорошо выглядит. Тут у нас кнопки регировки громкости, питания. Мини-жек 3.5 сверху стоит. Вот такой вот у нас телефон. Чего здесь у нас информация? Улефон мобайл форумная. Модул S5. Ой, извиняюсь. То есть S7. Так. Сейчас мы его откроем и посмотрим, что у нас там под крышкой. Крышка сидит довольно плотно. Не совсем удобно открывается. А, нет, нормально. Нормально. В принципе, хорошо. Вот такая у нас пластиковая крышечка. Она гнется. Ну, это не критично, потому что сам аппарат у нас жёсткий. И сидит всё хорошо. Вот это вот наши кнопочки здесь у меня. В самой крышечке остались. Ну, вот, собственно, внутрянка телефона. Как бы тут показать. Здесь у нас что это такое? Модуль какой-то. Тут за ушечко, тут за ушечко. Три сим-карты сюда вставляются. Одна, вторая. И микроэзды отдельно. Так, тут тоже у нас модуль. 3D-саунд даже есть. Ёлки, ребят. Да уж что-то. Так, посмотрю. Тут у нас батарейка заклеена. Клема есть. Батарейка довольно стандартного размера. Я думаю, что от других телефонов с подобным разъёмом тоже подойдёт. Если что, вдруг. Мои динчайны. Вот такой у нас аппаратик. Аппаратик. Это же ESM, WC-DM. Всё поддерживает. 3G будет ловить. Вот так вот у нас выглядит внутри. Ну, в принципе, всё нормально. В принципе, всё замечательно. Так, батарейка тут у нас. Отлепим сейчас штучку. Ой, прошу прощения. Засопли. Так, вставляем нашу батареечку. И сейчас мы его запустим. Вот так, закрыли. Закрывается очень даже хорошо всё. Люхтов, движений никаких нету. Сам аппарат очень такой жёсткий. Это замечательно. Так, включаем наш телефон. Улефон S7. Так, ну что, пока он включается, можно сказать о своих ощущениях. В принципе, очень даже неплохо. Качество сборки хорошее. Вот, выглядит очень опрятно. Красиво выглядит. Расположение камер тоже очень хорошо так смотрится. Вот эти вот штучки, вспышка и надпись вот эта вот. Они симметричны, что самое главное. Потому что в каком-то аппарате, я помню, видел, вот этот вот лейп, он, короче, был ниже немного. Так. Лейп, лейп, лейп. И тут всё симметрично, всё так красиво выглядит. На своих местах всё. Всё самое главное. Всё так в тему смотрится. Вот этих вот надписей вообще почти не видно. То есть они так, если под таким углом, то их вообще не видно. Круто. Логотип у нас такой. Я не понимаю, что это. Логотип у нас похоже на наклеечку. А, тут гравировка получается, а внутри наклеена или клей какой-то. Ну, походу, клей-клейка какая-то, краска. Вот, нащирка она там. В общем, такие дела. Так что у нас включился? Вон. Так, и сходу у нас тут какая-то проблематика. Потому что тупо тёмный экран. И не разблокируется. Это, конечно, не прикольно. Хотя клавиши работают. Слично, как он блокируется. Ну, толку нету. Сейчас, короче, попробую перезагрузить его. В общем, может какой-то глюк, не знаю. Будем надеяться, что это исправимо. И так, дорогие друзья. Значит, не удалось мне установить аппарат. Экран как не работал, так и не работает. А причиной всему, это значит сгоревший шлейф. То ли батарейка, с ней что-то не в порядке. То ли с контроллером питания. То ли шлейф был изначально плохой. И поэтому, когда при включении аппарат начал подавать питание на экран, шлейф накрылся. И я, собственно, как я узнал, я разобрал аппарат, чтобы посмотреть. Вот, крышечки тут, батарейки поставили. Кстати, разбирается очень легко. Единственное, что болтов много. Вот, как видите, тут их по периметру целая куча. Даже можем сосчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать болтов всего. Два болта, которые держат плату. И остальные все вокруг платы. Значит, вот так вот он у нас выглядит. Этот телефончик внутри. Кстати, по поводу фейковости камер. Некоторые утверждают, что камера вторая фейковая. Но на самом деле это не так. Камеры обе рабочие, как я понимаю. Потому что есть, как оказывается, два шлейфа. Вот эта вот камера крепится. И вот второй шлейф тоже крепится к плате, под этой. Так что я думаю, камера вторая точно рабочая. Потому что над шлейфами, креплением, всем остальным, я думаю, китайцы не стали бы заморачиваться. Вот, здесь у нас крепится... Вот это вот крепление, я уже вытащил здесь шлейф. Это у нас тач. А вот это у нас питание на сам экран. Вот, и здесь если разбирать будете, ну, мало ли там вдруг, то смотрите, будьте аккуратны, потому что кнопки, они, кстати, тут приклеены. Вот. И они не имеют защелки. То есть они просто припаяны к плате. Это, конечно, не очень удобно. Китайцы сэкономили. Хотя могли бы защелочку сделать. Было бы удобно. Отцепил, поднял и все дела. Но нет. Усложняет нам задачу. Собственно, вот такой вот у нас вид внутри аппарата. Вот такая вот у нас динамик. Вообще, в целом, телефон, блин, мне понравился. Реально, ну, красиво выглядит, хорошо сделан. И вот такой вот казус. Фух. Ну, конечно, не буду наговаривать, что прям все там китайцы вот такие вот. И из-за того, что он дешевый, поэтому и процент брака большой. К примеру, приведу даже те же Самсунги тоже с браками идут. И не какие-нибудь, а бренды, дорогие телефоны. И сейчас, кто знает, много обзоров на Google Pixel 2. Там тоже целая куча брака. А телефон ведь стоит 1000 долларов. Так что это 50 баксов и 1000. Разница как бы есть. То есть 50 баксов как бы не страшно. А когда тратишь штуку баксов на телефон, и он ручной или не работает, то это, конечно, неприятно. А если еще за границей покупал, потому что официально здесь не продают у нас, в странах Сенгены, насколько я помню, то это, конечно, да, вообще портат. Так, и сейчас мы заглянем под низ. Вот это у нас сам экранчик, значит. Вот так вот у нас сзади плата выглядит. Цельная плата, большая. Давно я таких не видел. Вот это на китайцев видел, на подпольных. Ну, на оригинальных, конечно, целая плата прям вообще огроменная. Не знаю, могли бы просто материнскую поменьше сделать. Это обычно делают. То есть обычно в новых телефонах материнская плата, вот, где я пальцем провожу, вот она кончается. Кусок обычный такой. И внизу модуль отдельный подразъем. Вот так вот. А перегорел шлейф у нас вот здесь. Здесь, как видите, если видно на камеру, там пятно видно. Не на камеру, конечно, видно. Темненькое пятнышко. Вот. И характерный запах там есть. На камеру как-то отплескивает. Видно не очень. Но пятно есть. В общем, вот такие вот делишки. Открыл я спор по телефону и потребовал от китайца, чтобы вернуть ему обратно этот испорченный аппарат. Вот. Пускай забирает и возвращает мне деньги. Или же я ему возвращаю этот, и он мне присылает новый. Ну, это опять же, времени целой кучи займет, блин. Это получается, если туда отправлять будут, две недели он туда идти будет. И потом оттуда еще три недели я буду получать телефон. Поэтому лучше я ему верну, верну деньги и закажу что-нибудь другое. Ну, или, если у меня получится, закажу аппаратик, ну, уже у другого продавца. Не знаю, то ли связано это, блин, со скидкой, которая у них там была. Они решили баговый аппарат поскидывать. Ну, или нет. То есть тоже так наговор, так говорится. Хотя, я думаю, вряд ли не знали, что он с браком, потому что его никто не включал, не проверял. То есть он при первом же включении только ко мне попал. То есть логотип, все был, экран работал нормально. Там буквально система загружаться начала, и все. И тю-тю, сломался. Так что, я думаю, просто никто не проверял и не знал, что он лучше. Значит, вот такой вот он. Так что, ну, не повезло, бывает. Это уже первый телефон, который мне пришел за очень много времени. Так что, будем надеяться, что остальные будут приходить в порядке. Нормальный. Ну, мало ли. Так что, скрестим пальчики. Вот такой вот у нас недообзор. Надеялся, я нормальный обзорчик, с тестами снять все дела. Ну, не свезло. Так что, вот такие вот делишки. В общем, всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok